Приветствую тебе сердечно, мой дорогой сын Ален Алиев. Привет вам. Я тебе хочу сказать секретную вещь, потрясающую. Сейчас выставку мою назад привезли уже, она произвела там большой успех в Леге, да. И там у меня даже отзывы написаны такие потрясающие, я всем благодарен. Что я тебе хочу сказать? Секретную-секретную вещь открою сейчас. Почему мы картины все говорят, какие они трепетные, какие они потрясающие, какие они такие чуть ли не целебные, такие вечерные даже. Ну, мне многие пишут в WhatsApp, в личке, в Telegram пишутся. Ну, все пусть подписываются, кто не видел, пусть подписываются в Telegram и в YouTube-канал и так далее. Вот ты знаешь, что я хочу секретно тебе сказать? Как я настраиваюсь, когда я начинаю рисовать? Оказывается, я вот просмотрел много разных картин. Вот, например, я посмотрел свою старую-старую картину, «Юдоль» называется, которую, кто бы ни смотрел, все время мне говорят, особенно первый человек, который посмотрел, сказал, там есть признаки гениальности. А ведь она простая, да, вот, а почему он так сказал? Я вот анализировал, и много картин, которые я написал, вот сейчас, например, «Белая ромашка», вот, серая, серия, и там девушка, видишь? Они вызвали большой такой фурор. Вот почему? Вот я тебе открываю секрет. Я настраиваюсь на любовь. Вот ты вот цветы рисуешь, если ты настраиваешься, может, ты так и настраиваешься, у тебя очень хорошая картина. Но я так настраиваюсь, я тебе пример приведу сейчас, чтобы ты увидел. Видишь картина? Вот она. Да. Она была в старой версии, там еще я не был настроен на любовь. Она была интересная. А сейчас она, вот еще, еще здесь дамажу, здесь красный ноготок сделаю на пальчики вот здесь вот. И она уже, смотри, глаза какие. Любящие. Любят. Видишь? Когда у тебя есть чувство любви. А вот тебе пример проведу. Разницу, разницу показываю. Там, где любовь есть, там, где не было. Вот смотри, эту картину я очень много лет в свою. Вот скрипачка. Она всем нравится. Но там нету вот этого импульса. Нету этого божественного света. Она многим нравится. Но она не захватила внимания на выставке. Она не захватила внимания. Почему? Вот я сейчас настроюсь на любовь. И когда буду рисовать, чуть-чуть поправлять ее, чтобы там был свет любви. И она сразу станет шедеврой. Она и так вроде пишет, что шедевровая, шедевральная. Ну, нет там вот этого. Нет там вот этого. А я тебе сейчас скажу. И вот здесь нету вот этого. Видишь картину? Да. Там тоже нету. Я тебе поближе сейчас поставлю. Ее видно хорошо. Ну, надо ей немножко губки, надо ей немножко глазик сделать, чтобы она любимая была. Вот смотришь и любишь. Вот это вот секрет. А еще есть проблема у людей. Дело в том, что они слышат и не слышат. Это да. Слышат вот это вот. Ну, что ты хочешь по этому поводу сказать? Вот художники, например, или человек, который занимается каким-то делом. Вот кто-то борщ варит с любовью, и все хорошо, что сделано с любовью. Вот так себе надо настраивать. Я хочу сказать, что когда я пишу цветы, я думаю, чтобы человек посмотрел на них, и у него ощущение появилось легкости, свободности. Даже где-то кто-то, может быть, запах какой-то уловил, цветы, свежесть. Я с таким намерением это делаю, чтобы какой-то заряд от них шел такой позитивный, положительный, добрый. Ну да, но для этого ты же, когда рисуешь, ты любишь это, то, что ты рисуешь. То есть ты настраиваешься на любовь. Ну, получается, что да. Просто я этого не формулировал, а вы сейчас формулировали. Так вот, поэтому я и отец твой, и папа твой, и мастер, потому что я сформулировал то, что у тебя происходит естественным образом. Я сформулировал, а теперь многие скажут, а я что же так думал? А что ты не сказал? Да. Настройтесь на любовь. Как у Апуджавы, как он виноградную косточку в землю зарою, как у него там... На первую, ну, очень там теплая такая добрая песня, слов сейчас я не помню. Настрою и друзей соберу, да. Вот-вот-вот-вот-вот, правильно он сказал. Хорошо, Олен, а что ты собираешься сейчас делать? Ну что, я живу в Махачкале, и, кстати, в субботу у меня мини-группа, мастер-класс, значит, зона комфорта, точка перезагрузка. Вот такое название. Два часа. Задача моя, чтобы человек пришел в одно состояние, естественно, в тревожном или в каком-то нехорошем, а ушел от меня легкий, свободный, а еще и с навыком, со схемотехникой действий, которую индивидуально ему подобрано будет, ему лично. А так как мини-группа, я успею всем подобрать, и все уйдут со своей схемотехникой действий, потом 5-10 минут в день они будут делать ключевые действия и летать, и настроиться, и наладиться здоровье, и нервная система будет укрепляться, подниматься будет стресс-устойчивость и иммунитет, и сон будет улучшаться, и перспектива появится в жизни. То есть начнется другое качество, если человек попадает и может переключаться на позитив. Там же идет по природе восстановление и укрепление, если стресса нет. Происход гармонизационные процессы, конечно. Почему у меня так получается, что я многим даю эту методику, да? А они все время любят только ко мне обращаться. А потому что люди лентяи, Хосай Магомедович, даже 5-10 минут им тоже тяжело. Но любят обращаться, вы им всю жизнь помогаете. А в принципе, лентяи даже 10 минут для счастья они не могут себе выделить. Вот в чем дело. Это не очень. Это не очень. Потому что это называется не вкладывать в себя, даже просто вниманием. В завтрашний свой день. Уверенный. Потому что в детстве, в очередь, вот детей научились с детства зубы чистить, они автоматически это делают. Да. Вот в данном случае с организованными людьми легче. Как вы знаете, спортсмены, да? То есть они же спортсмены, они организованы. И вот туда они вплетают, спортсмены вплетают наши синхродействия в свою тренировку или свою подготовку к соревнованиям. И у них это качественно, успешнее все происходит. Они увереннее, они лучше подготовлены, они стрессоустойчивее. А вы помните, когда мы работали в институте спорта в Москве, вы меня брали с собой, как там один академик говорил, что все, в принципе, на олимпийских соревнованиях все равны из разных стран, все одной категории, все чемпионы. Но вот кто лучше готов психологически, стрессоустойчивее, тот и побеждает. А по физике, по стратегии, по тактике, они все, в принципе, равны. Вот кто более стрессоустойчив, лучше настроен психологически, тот побеждает. То есть ты будешь сейчас учить группу управлять своим состоянием? Да, это будет базовый момент. То есть перезагрузка, сбрасывать напряжение, восстанавливаться, укреплять нервную систему. Естественно, это уже начинается другая новая жизнь, чем человек в стрессе, в тревоге. И когда он может это сбросить и знает уже, что он может это сам, без внешних факторов, или в лифте застрял, или на необитаемый остров попал, или еще что-то, и может себе помочь в любой момент, в любое время. До стресса, и после стресса, и во время стресса. По тебе видно, что ты пример личный для этого, такой свеженький, такой хорошенький. Молодец. Надеюсь, но спасибо, спасибо, Хосея Иванович. Особенно от вас такие слова, да. От маэстро. Молоденький, а то мне девочки не любят, как Паниковский говорил. Ну, мы шутки. Да, да, меня девочки не любят. Паниковский говорил, да. Ладно, обнимаю тебя, Альян, до связи. Желаю тебе успехов. Желаю тебе успехов, чтобы у тебя группа бронебойная стала. Спасибо. Непробиваемая, непробиваемая, творческая, активная. Не только в рисовании, а и в танце, и в песне. Открывали у себя творческие качества, решали любые проблемы. И в спорте. В спорте, да, да. Вот и возьми там. Я в свое время сборную Дагестана тренировал, и еще я тренировал потом Анжи. Анжи, и футбольный клуб, и борцов вы тренировали, и кого вы только не тренировали, Хосай Маганимирович. Я был рядом, все это видел. Да, а я вам желаю крепкого здоровья, и еще дальше продолжать говорить. Почему в Дагестане, где там у нас целая история была, все родные, все земляки, почему они к тебе там обращаются, нет? Ну, спортсменов редко, редко. Ну, может быть, другие поколения уже выросли, а те, не знаю. Секрет, кстати, секрет. А это не интересно. В мире видят, слышат, знают нас, а в Дагестане часто говорят, о, ну, не знали, что у меня. Ну, вот не знали. Это секрет для меня. Вообще, самый секрет из секретов, да. Это говорят о том, что как это пророков в своем отечестве не бывает. Ну, наверное, да. То, что рядом, что, ну, наверное, ну, и смотрят куда, куда-то. Да, как мне... Дальше. Это Хасай Рив, что ли? Да. Какой он может быть там, великий человек? Я же с его папой пиво пил. Да. Крутой Рив, да? 60 лет назад, да. Ну, да. Да, да, да. Ну, так, наверное, жизнь складывается. Кто сосед, а откуда, да, это знает, а мой сосед там. А его весь мир знает, а он чемпион по шахматам. Или еще кто-то, да? Или там физик гениальный, мирового уровня. Он же мой сосед. Ну, наверное, так бывает. Такова культура. Ну, что делать? Так, давай. Обнимаем. Свою. Своего хорошего. А скажешь потом, как у тебя что-то там. Обязательно. Давай. Обязательно.